Всем привет, с вами Джейка, и это рубрика Нубские сервера Майнкрафт. Сегодня на обзоре у нас сервер под названием Кириллион Крафт. В описании написано, офигенный сервер, друг, заходи, отзывчивая администрация, группа ВК скоро будет, Бэдварс. Одним словом, запятые не не слышал. В общем, давайте зайдем на этот сервер и посмотрим, что он из себя представляет. Итак, давайте добавим сервер в список, адрес сервера, готово. Что мы видим? Кириллион Крафт. Смотря на название, уже можно понять, как зовут админа, но окей, ладно, сейчас не об этом. Обычный какой-то, скорее всего, скачанный арт для иконки сервера. Выживание. Снимаем сериалы, тут у тебя есть шанс попасть в них. Вовсе не нужная информация, которая никаким образом меня вовсе не заинтересовала, потому что я не хочу сниматься в каких-то бомжах в Майнкрафте, этого на ютубе и так предостаточно. 500 слотов, 0 игроков, в общем, классика. Не знаю, зачем делать столько слотов, уже лучше поставить 100, да даже 50, этого будет достаточно, потому что 500 слотов это лишняя нагрузка на сервер. Ну, не будет здесь только играть, если не задуматься о качестве сервера, не следить за ним хорошо, если это все не делать, то не будет такого онлайна. Окей, давайте зайдем. Окей, я вошел и что мы видим в первую очередь в чате? Мистер Джейкобз зашел на сервер. Привет, друг, рад тебя видеть. Так, это сообщение нас сообщает, что нет никаких писем, уже не переведено, уже минус, так же, как и строчка, которая нам показывает, что нужно залогиниться. Естественно, те, кто все время играет, Minecraft все время играет на серверах, все знают, что нужно ввести, чтобы зайти на сервер, поэтому здесь даже не нужно это все читать. Но, тем не менее, лучше все-таки переводить. Так это все будет смотреться красивее и понятно, что вы потрудились, собственно, над настройкой плагина, над сервером в целом, возможно. Так, welcome, мистер Джейкобз. У нас здесь дублируется приветствие, здесь привет, друг, а здесь еще одно приветствие от плагина Аузми, плагина регистрации. Админ даже не взял и не забрал эту строчку, которая нафиг никому, блин, не сдалась. Окей, давайте рассмотрим спавн. Перед съемкой я нашел видео админа этого сервера, который рассказывал, что вот я создал сервер. Это видео было выложено еще в январе этого года, тогда спавн был другим на видосе и он был скачанный, это было очевидно. Сейчас, на самом деле, сказать трудно, но мне почему-то кажется, что вряд ли админ бы заморачивался над вот этим вот всем. Поэтому, возможно, спавн скачанный, то есть 50 на 50 я не уверен, поэтому, наверное, утверждать не буду. На первый взгляд, он немножко однотипный, то есть этот песчаник, он как-то слишком выедает глаза, я не знаю, почему-то он не нравится, но как-то неинтересно. Окей, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Почему-то у меня нет скина. На многих серверах, именно вот с этой рубрики, когда не захожу, все время почему-то у меня нет скина. Я не знаю, почему, я зашел с лицензией. Почему нет скина, не знаю. Скорее всего, потому что на этот сервер не установлен плагин, который отображает скины, что-то такое есть, если я не ошибаюсь, потому что иногда могут быть проблемы с отображением. Итак, у нас здесь, кстати, еще Clearluck, это уборщик, как бы, и он также не переведен, что, в принципе, нехорошо. Итак, мы только, как только мы зашли, у нас появились деревянные инструменты и 5 хлеба. Я уже один сожрал, когда только зарегистрировался. И это, по сути, весь наш набор. Немножко маловато, честно говоря, обычно в этой рубрике, во всех серверах, просто здоровенные наборы, где куча разных ненужных вещей. Здесь же такого нет. Мне что-то подсказывает, что да, здесь абсолютно нет никаких китов, нет никаких китстартов, ничего абсолютно. На мониторинге админ написал, что, мол, заходите, скоро будет добавлен Bad Wars. Не знаю, какой нафиг Bad Wars, если администратор еще даже никаких наборов не добавил. То есть, как я должен, как бы, выживать. По сути, на сервере обычно дают какие-то стартовые наборы, то есть, чтобы игроки не заморачивались с такими самыми начальными заданиями, как, там, нарубить дерево, обычно дают каких-то полстака дуба, возможно. То есть, что-то такое, чтобы уже игрок не чувствовал себя полным бомжом и смог как-то сразу начать, там, возможно, убивать каких-то мобов, построить какой-то маленький домик, даже коробку пусть на первое время. Здесь же нам дали инструменты, которые сломаются просто на раз-два и это плохо. Раз уж мы оказались здесь, давайте посмотрим. Это, скорее всего, автошахта. Ну, естественно, автошахта, которая, по-моему, уже всем надоела. Я не знаю, как кому, но мне почему-то, меня автошахта на серверах вовсе не интересует. Для меня это неинтересно, мне неинтересно так выживать, когда есть автошахта. Такс, пока мы не отошли, давайте посмотрим сюда. Это, по-моему, батут. Батут, это настолько уже устарелая, мне кажется, тема на серверах, что я уже их, даже на школах серверах, я не замечаю батутов уже, по-моему, уже все забили на них. Но здесь они есть и, блин, они не работают. Скорее всего, не работает этот батут, потому что здесь не установлен флаг Use Allow, который нам позволит нажимать на плиты в регионах. Он здесь обязателен. Окей, идем дальше. Здесь у нас как-то очень все скучновато, не знаю что, это просто для украшения какая-то растительная местность посреди спавна, какой-то типа парк, который вообще не вызывает интереса. Здесь ни травы, ничего, вообще просто несколько деревьев и какая-то вода. Очень-очень скучно. Здесь у нас, походу, такая типичная пвп-арена, которую часто строят на школах серверах почему-то вот сундучки. Естественно, мы эти сундуки не откроем, потому что здесь еще должен быть установлен флаг, который нам это позволит сделать. Почему всегда на каких-то школах серверах так любят админы, школьники строить какие-то здоровенные, блин, постройки, как вот эта пвп-арена. И потом они просто не знают, чем их заполнить. Почему здесь настолько пусто, настолько скучно и неинтересно? Интересно, я не понимаю, вот, ну что, магма, лава и какая-то непонятная хрень, на которую даже не смогу я вылезти. Что здесь интересного? Почему я здесь должен с кем-то сражаться? Я лучше где-то на карте посражаюсь где-то, и то интересней будет, потому что это, это не пвп-арена. Здесь неинтересно. Давайте посмотрим, здесь можно посмотреть. РГ-инфо. Итак, это у нас спаун. Все, что здесь установлено из флагов, это спаун мобов Дэнни. То есть запрещен спаун мобов на этом регионе. То есть, насколько я понимаю, бессмертия здесь, естественно, нет. Флага, который позволит нам нажимать на эти плиты и здесь попрыгать на батуте, нет. И флага, который позволит нам открывать сундуки, также нет. Теперь появился еще один вопрос. Как выйти с этого спауна? Я почему-то еще не видел здесь выхода. Ну, вот здесь на пвп-арена. Здесь нигде нет никакого прохода. Как отсюда выбраться? Вы серьезно, блин? Серьезно нет выхода вообще? Посмотрите, вот здесь, собственно, сам спаун. Здесь вот такие вот стены, они везде абсолютно. Там у нас проход к пвп-арене. А где выход со спауна, боже? Возможно, есть какой-то варп. Варп-майн это, наверное, автошахта, да? И варп-пп, это, блин, пвп-арена. Господи. Как выйти со спауна админы? Лол, просто в голосину. Офигеть. Что мне делать на этом сраном спауне? Я хочу поразвиваться. Хочу посмотреть еще что-то. Где выход? О, боже мой. Просто офигеть. Окей. Давайте посмотрим команды. Команда спаун есть. Телепортирует. Зачем какой-то easy set to spawn? Зачем устанавливать какой-то плагин на установку спауна, если это все есть в плагине essentials, который вообще многофункциональный и отвечает. И за наборы, которых, блин, здесь нет. И за варпы и тому подобное. За установку спауна. Зачем для этого устанавливать отдельный плагин? Окей, посмотрим, может здесь есть какая-то менюшка. Меню, не знаю. Донат. У нас есть какие-то вот команды, можно посмотреть. Можно войти в АФК. Нафиг мне это нужно. Back. Серьезно? Back это команда, которая, как правило, вас возвращает на предыдущее место, где вы умерли. Или когда вы телепортнулись куда-то, то пишите back и вас возвращает на предыдущую локацию. Эта команда, как правило, выдается каким-то привилегиям. Я же, по всей видимости, обычный, блин, игрок. Так, кстати, посмотрим оформление таба, потому что здесь особо не на что смотреть. Почему админы так часто любят ставить вот просто все и сразу? Вы посмотрите на этот таблист. Ну, я не знаю, мне это напоминает какой-то, блин, не знаю, какие-то вывески в каком-то мегаполисе посреди ночи. То есть все мелькает, все светится, там моргает, что-то переливается, куда-то меняется, цвета переливаются, господи. Очень-очень все примитивно, все на одну кучу. Это не то, что нужно игрокам. Игрокам нужна лаконичность, чтобы они нажали таб, посмотрели и все сразу увидели. Как говорится, красота в простоте. И в данном случае вот это вот все, ну, вовсе не красиво. Да и, в принципе, этот плагин на вот этот таблист я очень часто встречал. И это обычный, по-моему, ненастроенный плагин. Возможно, здесь только добавлен автодонат-сайт, на который я заходил и который, кстати, почему-то не открывается. Окей, возможно, здесь можно посмотреть на... Да, да, можно посмотреть, какие плагины установлены. WorldEdit, собственно, здесь все понятно. Редактировать территорию. FirstJoin+, плагин, который показывает, когда игрок заходит. Вахекласс, я не знаю, что это на самом деле. Клерлак, уборщик, экономика, возможности, кракшот. Вот, понятия не имею, что за плагин. Tab, по всей видимости, этот таблист. EasySet Spawn, опять-таки, зачем он нужен, если есть вот Essentials, пожалуйста, в этом плагине есть возможность установить спаун. Зачем еще один плагин? Ну и, собственно, ChatEx. Это плагин на формат чата, чтобы как-то красиво все было. Вот, давайте посмотрим заодно. Player. Префиксы на английском. Мне кажется, что они даже не были настроены. То есть здесь есть еще глобальный чат, да? Да, работает, но почему-то он вот так вот его выдвигает чуть в сторону на 1-2 пробела где-то. Не знаю, нормально ли такое, но, как по мне, не очень красиво. Даже несмотря на такое маленькое количество плагинов, они, блин, не настроены, они не переведены. Это все очень-очень скучно, неинтересно смотрится. Мне уже не нравится на этом сервере. Хотя бы потому, что я не могу найти выход со спауна. В общем, я уже не знаю, что еще делать на этом сервере. В сервере выйти за спауна я не могу, никаких наборов нет. Варпов по сути тоже, команд, менюшек и тому подобного нет. Давайте я вернусь в студию. Господи, как меня бесит этот скин. И озвучу все минусы этого сервера. Итак, только что мы побывали на сервере Кириллион Крафт. Что же, я готов делать выводы. Первый минус этого сервера это непереведенные плагины. На этот счет я уже говорил очень много всего-то разного. Любые сообщения при возможности нужно переводить на русский для того, чтобы игрокам было понятно что-то как. Потому что таким образом банально даже сообщения будут выглядеть приятнее и игрокам будет понятно, что вы немножечко, хотя бы немножечко подрудились над этим сервером. Почему настолько сложно перевести несколько строчек, я честно говоря не понимаю. Второй минус этого сервера довольно-таки глобальный, поскольку задевает большую часть технической стороны сервера. Это ненастроенные плагины. Сюда можно отнести и неустановленные флаги на спауне, например на бессмертие. И отсутствие наборов, отсутствие каких-либо меню, при том, что сам плагин, через который можно создать менюшки, в принципе имеется. И многое другое. И третий минус этого сервера это неинтересный спаун. Да, по всей видимости спаун был таки построен вручную админом, либо его другом, каким-то архитектором. В общем сейчас это не важно. Важно только одно. То, что со спауна я таки не нашел выхода на этом сервере. И, честно говоря, я не знаю, какой игрок на этом сервере задержался дольше меня. Потому что я несколько минут обходил этот здоровенный спаун и таки не нашел никакого выхода с него. Я не понимаю, как игроки должны играть. Также я не обнаружил никаких варпов, никаких рандомных телепортов по карте. То есть, по сути, если вы зайдете на этот сервер, то вы просто будете заперты в этом сраном спауне. Также на мониторинге было написано, что на сервере имеются свадьбы, китстарт, донат. Но ни одного из вышеперечисленного я на сервере так и не увидел. Ни плагина на свадьбы, никаких китстартов и даже автодонат магазин почему-то мне отказался открываться в браузере. Итак, моя оценка этому серверу. Этому серверу я ставлю 2 балла из 10. Эти 2 балла я ставлю только за то, что спаун, по всей видимости, таки был построен вручную. И это уже плюс, поскольку скаченные спауны очень быстро приедаются, а у меня вообще вызывают максимальное отвращение. И из-за этого мне просто не хочется играть на таких серверах. Но на сервере слишком много недостатков взять хотя бы то, что я не смог выйти со спауна. То есть, по сути, на этом вся ваша игра на этом сервере заканчивается. Именно поэтому я просто не знаю, что еще можно добавить. Этот сервер явно не для игры. Поэтому 2 балла из 10. Что же, спасибо всем за просмотр этого видео. Если вам понравилось и вы хотели бы видеть еще выпуски этой рубрики, то поставьте лайк, пишите в комментарии. Можете даже кидать айпишники серверов, на которые вы хотите, чтобы я сделал такой обзорчик. А на этом все. С вами был Джейкоб. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите на мой сервер по Минкрафту, айпи которого есть в описании. Играйте только на хороших серверах. На этом все. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok